Всем привет, ребят! Спасибо, что пришли. Меня зовут Гуленк Роман. Я с недавнего времени блокчейн-девелопер, программисты централизированных приложений. Занимаюсь этим около двух лет. И на моем счету один криптопроект, который трейдится на украинском рынке. То есть я не только теоретик, я практик. Сейчас я работаю в компании логики. Я хочу немножко рассказать о себе. Давайте познакомимся. Компания логика состоит из трех офисов. Это Львов, Ровно, Киев и Одесса. Мы появились в 2001 году. У нас более тысячи людей. В 2018 году по версии доу мы вошли в топ-3 компании до тысячи людей. И сейчас мы входим. Есть такая альтерант группа, конгромерация компаний. Мы один из инжиниринг-центров. Давайте ближе к делу. Это наша аджента. Я очень быстро про ней прибегусь. На самом деле очень много материала. Я постараюсь вам рассказывать больше не столько. Знаете, про блокчейн. Какие-то сайентистские такие вещи с области науки, с области децентрализации. Давайте вначале просто очень быстро пройдемся. Надеюсь, мы это все успеем. Материала очень много. Поднимите руку, кто знает, что такое теория игр. Хоть немножечко. О, супер. Тогда должно зайти. Супер. Теория сложности. Это что такое криптография? Мы все слышали PNP задачи, машина тюринга. Это вот эта тема. Мы немножко ее заденем, чтобы понять, а зачем же вообще нам эти задачи нужны. Криптография. Примитивы криптографии. Здесь мы немножко парим про ролевой интеллект, которым по сути является блокчейн. Они, допустим, сметы используют очень похоже к муравьиному алгоритму. Марков Чейн Амута Карла Проходы. Это очень близко прям к форму интеллекту. Трансфорные модели памяти очень близко заденем, потому что как бы на глубоко у нас просто не хватит. Кто-то не знает, что такое CRDT? Конфликт-фрейрик для КТ-дата-тайпс. Хоть кто они? О, супер, супер. Я немножко расскажу об этом, чтобы вы поняли, как блокчейн чисто теоретически можно шардировать и как сделать так, чтобы ваши транзакции работали в разных шардах. При этом, если кто-то знает, знаешь, есть такое понятие «Liveness и Safety», которое описал Лампорт. Это мы будем этим гарантировать и то, и то. Если кто-то с этим знаком. Модели ошибок, которые в наших программах будут. Мы опишем формально, что это такое. Таблицы истинности. Блокчейн, по сути. Что такое сторидж. Мы опишем приблизительно, как работает файл Коин, как плюс-минус будет работать с формат эфира. Ну и дальше, думаю, будет дальше понятно. Просто очень мало времени. Стандартная задача из теории игр. Смотрите, дилемма заключена. Думаю, все слышали, но на ней я пытаюсь объяснить, зачем нам нужен блокчейн. Есть два заключенных, их поймали на месте преступления. Их просят дать показания. И смотрите, получается, если никто не дает показания друг против друга, они садятся каждый по году. Потому что нет состава преступления, нет доказательства. Смотрите, если первый свидетельствует против второго, вот первый, видите, а второй молчит, то получается вся вина ложится на второго, и он на 10 лет второй садится, а первый уходит на свободу. Вторая ситуация симметричная, только уже первый молчит, второй свидетельствует против первого. и наоборот. И теперь смотрите, если они оба свидетельствуют друг против друга, вина делится пополам, 5 лет каждый. А давайте разберем эту ситуацию очень быстро и бегло. Смотрите, давайте первый, второй всегда молчит. Я что делаю? Тоже, допустим, молчу. Минус 1. Давайте второй, мы оба по единице получим. Давайте смотрите, второй получается молчит, я предаю, и что? Меня отпускают. Я думаю, всем очевидно, что в этой ситуации мне всегда выгодно предать. Все видят? Не важно, какая стратегия у второго игрока, мне всегда выгодно предать. Я оптимизирую. Что такое теория игр? Оптимизация своей прибыли и минимизация потерь. Это очевидно здесь видно. Давайте теперь возьмем второй результат. Смотрите, второй предает. Я молчу, я сажусь на 10 лет, теперь опять мы оба предаем, я сажусь на 5 лет. И во втором случае, если второй предает, мне выгодно тоже предать. Все видят эту ситуацию. То есть, я просто не часто выступаю. То есть, видите, это называется равновесие. Почему это называется равновесие? Потому что при всех других стратегиях и других участниках мне выгодно будет ходить так. И скорее всего другому участнику. Поэтому скорее всего будет сыграна вот эта вот партия. Это очевидно, да? Но все видят, что это плохая партия. Все видят, что вот лучший результат. Это называется паретта-оптимальность. Это лучший папоретта. А папоретта лучше? Какие результаты? Может, не у нас один? Абсолютно верно. Не может идти в два удара? Абсолютно верно. Если мы будем описывать оптимальность папоретта, есть такое понятие паретта-доминирование. Это когда, если мы возьмем два вектора, паретта-доминирует тот вектор, который не хуже предыдущего и хотя бы в одном случае лучше. Здесь мы видим, что вот этот проиграет вот этому. Паретта-оптимальность используется в оптимизации n-вариантных функций. Когда у нас несколько параметров, мы хотим их оптимизировать. И самое интересное, что в экономике есть вторая теорема благосостояния. Она описывает, что оптимальная оптимальность папоретта может быть равновесима на рынке. Смотрите, тут четко видно, хорошо, у нас три оптимальности, но вот это самое оптимальное. И тут четко видно, что лучше поступить именно так. Я думаю, вы согласны. Но мы все равно поступим вот так. И у нас два варианта. Смотрите, мы ли должны с вами поменять игру, но мы не можем ее поменять, потому что мы ее создали, мы участники игры, согласны. Тогда мы должны как-то друг другу доверять. А мы не можем доверять. Потому что если мы договоримся, к примеру, даже, я-то буду молчать, а второй предаст, я сяду на 10 лет. Проблема отсутствия доверия. И вот смотрите, как раз блокчейн нам помогает это сделать доверие. Мы это засовываем в смарт-контракты, и мы получаем формализм, когда мы обои договорились, как оно будет выглядеть. Математика, это агримент, простите, это агримент, общий согласие. Мы обои договорились, как это будет выглядеть. Второе, это формализм. Математика однозначно. Нет второго варианта. То есть четко одно решение. И третье, это инфортмент. Контракт точно исполнится. Вот почему нам нужно, почему нам интересна теория игры, почему нам нужен блокчейн, потому что, отвечая просто на ваш вопрос, что решает блокчейн, до него что не решалось. Вот мы можем приходить ближе к параде оптимальности. Спасибо. Давайте дальше. Давайте немножко заденем теорию сложности. Мы как программисты работаем здесь. Мы стараемся работать здесь. Почему? Пэта быстро. Пэта типа решение, которое можно получить на детерминированной машине Тюринга за полинональное время. Это звучит очень зумно. NP тоже самое, но на детерминированной. В чем суть проблемы? Суть проблемы в том, когда говорят PNP, в чем типа прикол. Проблема такая. Представьте, что у вас есть комната и очень много людей. И в одной из комнат сидит ваш друг. Представьте, комнат миллиард. За какое время вы найдете своего друга? Я очень упрощаю задачу. Как повезет. Как повезет, да. Худший вариант миллиард. Согласен образно. Количество комнат, худший вариант. Средний там полмиллиарда по теории вероятности. Окей. А если я вам скажу, где друг сидит, за сколько вам понадобится время? Ну, я скажу, там, комната номер 5, к примеру. За константу. За константу, грубо говоря, да. Вопрос. Вот это и заключается PNP. В чем разница? Если что-то можно быстро проверить, можно ли так же быстро найти решение? Это что-то похожее, помните, как квадратное уравнение в математике? Там x квадрат плюс bx, да. Там плюс c равняется нулю, да. Можем ли мы найти на каждую такую задачу некий дискриминант, который поможет нам быстро найти корни? Сейчас это презумпция, мы не сказали ни да, ни нет. Мы пока на ней остановились. Это NP-NP. Что такое NP? P быстро проверить. Это решение, которое я могу проверить за полином. Полином, думаю, все в математике приблизительно помнят, что это, да. А NP, это проверить за P, а найти на недетерминированной машине это может быть очень много. Вплоть вот сюда, вот вверху все видите. И когда мы с вами говорим про машинное обучение, про оптимизацию, мы на самом деле оптимизируем от NP и выше. NP-hard мы вообще почти не можем решить. Если кто-то знает проблема остановка, да, Moshihal problem, то, что Тюринг описал, это NP-hard problem, да. Мы эти задачи оптимизируем, и на самом деле даже не столько оптимизируем, сколько аппроксимируем. Вот это главная идея. Ну, в чем интересен вот этот вот момент? Он интересен тем, что, смотрите, если я не могу что-то решить, никто не может это решить, ни я, ни вы, никто. Это что? Это криптография, я могу этим защищаться. Я думаю, теперь идея криптографии становится понятна. И самое интересное, P здесь все равно говорит за то, что проверить я могу за пленом. Это говорит, что о том, я могу делать доказательства, которые очень тяжело поделать, а проверить очень быстро. Ну, Merkle 3, допустим, все знают. Подпись, да, вы проверили подпись моим публичным ключом, это P, но приватный вы не найдете, это NP. Это то, что нам больше всего интересно. Давайте чуть дальше пройдемся, что такое security, ну, не security, а информационная безопасность. Когда мы с вами берем криптографию, у него на самом деле три главные задачи. Это аудентификация. Это на русский, наверное, лучше перевести как подлинность. Если я что-то сделал, то каждый это может проверить. То есть то, что это сделал я, ну, к примеру, у меня есть приватный ключ, только я могу это подписать. Это как бы логично. Каждый может проверить авторство. Второе — это integrity, это целостность. Ну, стоит, знаете, изменить документ, подпись очень сильно поменяется, хэш, лавинный эффект, я думаю, это понятно. Третье, противоположность первому. Если я что-то подписал, я не могу это отрицать. Подпись только у меня была, ключ только у меня был. Я не могу сказать, что я этого не делал. А кто сделал? Для другого человека это NP-задача, и он ее просто не решит. По словам NP-задача, как правило, имеется в виду computational NP, да сколько вы мощности не дадите. То есть это задача, которая разрешима, но невычислима. У вас, скорее всего, не получится. И теперь, если мы будем говорить про конвенциальность, то, что нам интересно блокчейн, это анонимность, мы не можем сказать, кто это. А trackability, это когда мы не можем вместе группировать транзакции. Все слышали ZeroCoin, ZeroCash, TOR. На самом деле, очень многие эти инновации основаны на Mixed Network. Mixed Network, это первый придумал Дэвид Шаума. И как бы, если вы слышали миксеры блокчейна, его TOR, это все на самом деле Mixed Network. Если кто-то знает, что такое Latin Network, который недавно начал хайповать очень сильно, Bitfury Group там сделала какую-то версию, и у них есть, по-моему, я не помню, Sphinx называется, он то же самое, он анонимизирует с помощью Mixed Network, как по сути TOR. Истиногонография. Истиногонография не призвана удалить, зашифровать информацию, она призвана скрыть сам факт передачи информации. К примеру, я нарисую на бумаге лимонным соком, напишу что-то, вы это не увидите, но если утюгом протереть, вы это увидите. То есть это скрытие самого факта передачи информации. Ну, есть идентификация, я говорю, кто я, я думаю, это понятно, авторизация. Когда я идентифицировал себя, к примеру, как Гулиан Караман, а он идентифицировал себя по какому-то протоколу, у меня есть авторизация, какие операции мне разрешены. Очень быстро мы по этому прошли. И, пожалуй, самый интересный слайд. Что такое вообще криптография, почему она нам нужна? Криптография нам дает то, что я говорил благодаря PISA, чем proof of knowledge. Я могу доказать, что я знаю некое знание. Ну, к примеру, я могу сделать подпись своим приватным ключом и публичным проверить, и вы удостоверились, что у меня есть некое знание, что у меня есть знание этого приватного ключа, к примеру. Второй интересный момент, это zero knowledge proof. Это доказательство, но при этом знания не утекают. Давайте я вам приведу пример. У нас честная колода карт. Я хочу вам доказать, что я вытянул красную карту. Как я вам докажу? Я вам отчитаю все черные. Вы каждый можете проверить количество черных карт все на руках, значит, у меня красная. Если кто-то слышал про монету Zero Cash, по-моему, она использует ZK-Snarg. Это не что иное, как Zero Knowledge Proof. Сейчас очень много интересного. Сейчас вышел Stark. Не конкуренция с ZK-Snarg, они чуть отличаются. Есть Bullet Proof, есть Mimble, Wimble, очень много интересного. Мне вот эта CZ, кстати, больше всего нравится. Есть commitment схема, но commitment схема очень много, но самое распространенное это хеширование. Я могу вам что-то в коробку положить, отдать, вы не можете эту коробку вскрыть. Потом через неделю я вам даю ключ от коробки, а опа, я это знание знал еще неделю назад. То есть самое простое это хеширование, но там есть много всего интересного. Security, Multiparty, Computation, вообще мало людей про это кто-то знает. Это в основном гомоморфная криптография. Представьте, у вас есть аргумент какой-то X, а у меня есть аргумент Y. Мы не хотим их вскрывать, но мы хотим посчитать бинарную функцию F, X от Y, где оба этих аргумента войдут. Как это сделать? Кажется, фантастика, это можно сделать, это просто капец долго. Как бы сейчас Samsung отрабатывает чипы, ну все знают, что у Apple, в последних телефонах, у них там нейросеть, которая распознает, потому что это быстро. То же самое Samsung делал гоморфную криптографию, чтобы телефоны это делали быстро. Если кто-то пытался запускать закоснарк, то он очень долго работает, там decision-схемы, и это все, от этого вытекает. Первый, кто задался его вопросом, если не ошибаюсь, был Нильс Борн, пытался сыграть так называемый ментальный покер, как сыграть по телефону в покер, если я вам не доверяю. Эта проблема уже решаема. Самый простой пример, который я могу привести, давайте мы хотим честно через сеть кинуть монетку, давайте вы там сказали, договорились, кто-то 0, кто-то 1, кто-то Марио Решко. Теперь каждый генерит два числа, случайно их хэшируем, и мы обмениваемся. Каждый по хэшу не может понять прообраз. Потом мы обменялись прообразами, можем отвалидировать, чтобы все было честно. Ксорим, получаем 0,1, кто победил. Очень легко и просто, мы честно кинули монетку. Давайте поговорим теперь при власти интегрити. В чем разница? Смотрите, представьте на секундочку, что 2 плюс 2, это 4. Найти сумму двух элементов, в которой можно получить 4, на секундочку, это сложная задача. Давайте так представим. И теперь кто-то вот эту задачу решил, но он не знает, какая была у меня сумма. У него могло быть 1 плюс 3, 2 плюс 2, к примеру. И вот эта разница в криптографии между Байден и Харринг, Харринг, получается, если даже взломают, окей, даже взломают, они не смогут меня поделать, потому что в нашем случае эти два варианта есть. То есть не точно сказать, они оба равнозначны. А вот Байден, это наоборот 1 к 1. Ну, представьте, опять-таки на секундочку, что корень 4, просто 2, ну, минус мы откидываем, по модулю будем брать. Даже если кто-то взломает, да, он поймет, что это 2, но он не сможет меня поделать, потому что это Байден, 1 к 1, это бьетция в математике называется. Это всегда, вы понимаете какой-то компромисс. В случае Хаша вы все понимаете, что это скорее всего хайринг, да, потому что есть на самом деле коллизия. Надо уметь разделять perfect statical, computational, идеальный, статический, очень близко к реальному, да, и computational. Да, он не статический, возможно, но настолько математически по вычислениям это сложно сделать, что это приравнивается к тому же самому. Сложность. У нас, да, если кто-то слышал криптографию, Merlin, Arthur протоколы, да, вот это итеративные протоколы, и там multiparty computation часто это используют. Кто-то доказывает, кто-то проверяет, есть сложность, да, кому сложнее, пруверу, верифайеру, плюс если протокол коммуникационный, мы несколько итераций делаем, там, да, идет какая-то симптома на количество сообщений. Security, ну, это смотрите, бывают протоколы, все-таки вначале на сетапить надо. Есть и третья сторона, которой мы доверяем. Post Quantum Secure, многие путают. Post Quantum Secure это не квантовая криптография, квантовая это то, что работает на квантах, а пост квантомая криптография, которая уже сейчас стойка к квантным вычислениям. К примеру, сейчас уже есть монета там квант крипто, не помню, точно называется. Она использует криптографию на хэшах, я долгое время еще не поломаю. Ну, вы можете сами найти еще шесть вариантов сети, которые валяются уже сейчас квантовой стойкой. Forward Secrecy, но смотрите, это получается, если у нас нашу сессию взломали, текущую, то утечет только знание от сейчас и на потом. Все предыдущие сессии все равно скрыты. То есть утечка информации произойдет только сейчас и потом, возможно, но предыдущие данные все сохранены. Это очень важный момент, чтобы если вас поломали, ваша вся история не утекла. Криптоассюмшены, на каких базах оно строится. В основном сейчас биток и прочая криптография строятся на задаче дискретного логарифма над эллиптическими кривыми. Но если NP будет NP или если будет квантовый компьютер, это поломается. Как мы это делаем? Мы это можем делать с помощью программы, как ZECO-SNARK, к примеру. Мы можем это делать с помощью Secure, не помню точно, Guard Execution от Intel. Если кто знает, в Intel уже встроена эта система, вы через BIOS можете включить, и у вас будет внутри процессора Secure and Cloud, где вы что-то можете делать подобное. Hyperledger SoTools для свамайнинга использует Proof of Elaps Time, именно вот эту технологию. Давайте пройдемся дальше. Тоже очень интересный слайд. Смотрите, первое, что надо понять, что такое энтропия. Энтропия – это непредсказуемость появления следующего символа. Это очень важно на самом деле в криптографии. Идея в том, вот я вам скажу какое-то число. Вы можете искать какой-нибудь хэш? Нет, вам обязательно надо захэшировать. Вот предсказуемость, есть прецептивные хэши, которые сохраняют какой-то… Можно по подобию хэшей пару образов судить их в неравенстве. Здесь такого нет. Это очень важный момент. Второе – это рандомизация. Все, я думаю, знают, что такое QuickSort, к примеру. У QuickSort есть в худший случай N-квадрат. Если в системе есть атакер, он может эту цепочку построить. Если мы, как там, не знаю, Роберт Сайдд говорил, чуть-чуть пошафлим, чуть-чуть поменяем местами, куча случаев выродится. Это очень классно. Мы всегда можем использовать некую случайность, чтобы нас не атаковали. Меньше вероятности было. Третье – это асимметрия. Тут мало кто слышал, есть такие алгоритмы, называются самостабилизация. Это не совсем самоорганизация сворум интеллект какой-то. Но это похоже, это такая система, которая может работать в любой конфигурации. Если есть какой-то предикат, он называется стабильный, если он станет true, он больше не станет false. Это похоже, вот есть шарики, они в центре, я их ногой пнул, они снова соберутся в центр. Это система, которая сама себя самостабилизирует. Самое интересное, что эта система работает, хотя бы один должен быть исключающий. У всех одинаковое поведение, хотя бы один должен быть исключающий. Помните загадку про заключенных? Что заключенных, лампочка, как посчитать, сколько было? Думаю, плюс-минусе помнят, не буду напоминать. Помните, там один заключенный, у него другое поведение. Это не что иное, как самостабилизирующий алгоритм на самом-то деле. И чтобы на самом деле проще было асимметрию в алгоритме сделать, проще всего опять-таки закинуть туда случайность. Сформ интеллект, смотрите, всем видят муравья, он очень примитивный, но на самом деле сумма примитивного поведения может дать какое-то смысленное поведение. Мы это все наблюдаем. И все на нас слышали, Альфа Гоу, которая победила в Гоу, она использовала Монта Карла. Вот как бы эта статистика. И на самом деле своем интеллект работает на очень подобных системах, примитивное поведение. И как я до этого сказал, ИОТа, мы слышали эту монету, она похожа на муравьиный алгоритм, их консенсус. И сам блокчейн похож на роевой интеллект по той простой причине, что каждая нода ведет себя очень сильно примитивно, но вместе это смыслное поведение. И самое, что хотелось бы, наверное, сказать по этому поводу, я почему-то думаю, что децентрализация, это обязательно компьютеры какие-то, да? Абсолютно нет. Я думаю, в будущем мы будем больше заглядывать в наши тела, в химию, в физику. На самом деле ученые изучают очень много сред, какие только, ну, там бывают, да? Там распределенные, децентрализированные. И самое интересное, что если выделить модель, где агенты могут общаться только со своими соседями, мы получим ту модель, которую описывает наш организм. То есть, это модель, в которой, знаете, там белки с друг другом общаются и строят новые клетки. Я имею в виду, что программист в будущем он может просто писать код, а его результат это будет таблетка, которую вы глотаете, и она вот там какие-то внутривещества, они начинают коммуницировать и что-то в вашем организме делать. Это тоже будет децентрализированная программа. Не обязательно это блокчейн или компьютерное что-то. Так, проехали. Очень быстро пройдемся по этой схеме. Посмотрите, это два разных немножко мира, они развивались параллельно. Слева это база данных, это транзакция, если кто-то узнал. А справа это больше как раз блокчейном к распределенным системам. Кто-то уже узнал, серолайз был. Не будем очень быстро про эту тему говорить, но все знают каптиорему. Многие слышали. Можно только два из трех. Смотрите, там очень идеальные условия, на самом деле. Там total liability, если мы total liability немножко скинем и прочие гарантии, то на самом деле можно достичь 3 из трех, просто надо немножечко наши ожидания от программы скинуть. И это на самом деле память будет, консистентная память называется casual consistency. Если помните данные, многие же программисты знают, что такое happens before, там Java, там C++ модели памяти. Частичный порядок математики. Partial order. Это все casual. Это причинно-следственная связь. Как это Amazon, их база данных, то же самое. Это casual consistency. Это та модель памяти, которая высокодоступна даже при каптере. Это я очень быстро объясняю. И самое интересное, почему нам интересно, еще вот эта сверху модель памяти, sequential consistency. Sequennial consistency, первое, у нее есть композиция. Есть два элемента sequential consistency, мы можем их в линейку вписать. Второе, это один общий порядок. Третий, порядок совместим с пирамом. Пирам – это тот порядок, который один процесс выпускает. То есть как вы программу запустили в вашем потоке, так и она отработает. И если кто-то слышал, по-любому кто-то слышал про ZooKeeper, говорят Atomic Swap. На самом деле, Atomic Swap, простите, Atomic Broadcast. Что такое Atomic Broadcast в верхнем понимании? В верхнем понимании это линерализация на запись, но чтение может опаздывать. Когда я говорю префикс SQL consistency, я имею в виду, что все записи сериализированы, один четкий порядок. А когда я читываю, я могу опаздывать по чтению, но это всегда какой-то префикс. Это очень важный момент. Чем отличается от sequential линерализации? То есть вы поняли, линерализация sequential и может быть префикс линерализабл и префикс sequential. Чем оно отличается? То, что линерализация близко к реальному времени. Сигнал консистенции нет. Потому что, смотрите, если у меня два процесса, один выпускает A1, B1, второй A2, B2, я могу их упорядочить в любом порядке, лишь бы A1 был после B1, A2 был до B2. То есть любой порядок. Линерализация будет близок к оригинальному. И вот если вы начинаете задаваться вопросами, блокчейн работает на вот этой памяти. То есть у нас консенсус как раз делает то, что все записи линерализированы, а когда мы с вами читаем, реплики могут припазывать, это SQL consistency. Пока мы блокчейн не шардировали, у нас все транзакции выполняются последовательно. Самая большая модель памяти для транзакций. Давайте дальше пойдем. Ну вот вкратце я вам расскажу про решетки. Очень быстро, почему нам интересны решетки. Во-первых, потому что это позволит вашу программу дать им лайвенос. Лайвенос – это гарантия получения результата, если мы будем говорить про распределенные системы. И второе, это позволит вашим смарт-контрактам работать на распределенных шардах, да и в принципе шард поможет тоже сделать. Просто идея в монотонности и в полурешетках, которые давно писаны в математике, есть еще каум-теорема, это из логики. Кто программировал на прологе, поймет о чем я. Представьте на секундочку, что мы можем только добавлять элементы, мы не можем удалять. То есть вот такая идея. Посмотрите, у нас получается в начале у всех ноль. Давайте одна реплика добавила x, другая y. Мы всегда можем зайти сверху на x, y. Всегда есть на верхнее наименьшее множество, ну и точка. В этом прикольно. То есть кому-то могло это напомнить, дить в первом приближении, да, это слияние, но не совсем так. Там все намного интереснее. Самое интересное, как видите, оно стопроцентно сойдется. Часто в литературе это говорят стронг киму-телеконсистенции, на самом деле это конвергент казал-консистенции или казал-плюс еще называют. Это нам поможет, если у вас контракты, напомню, в разных шардах, если между ними хотя бы будет контакт, они все равно сойдутся. Ну и есть несколько видов, я не буду пока описывать, как оно работает. Кому будет интересно, можете сами почитать. Failure-модель. Давайте очень быстро пройдемся по моделям ошибок, которые вообще возможны в любой программе. Надо прекрасно понимать, что когда мы с вами работаем на простом компьютере, у нас самая простая модель памяти. Это вот эта AC, вот это в каптере, это availability и консистенции. Да почему? Да потому что P просто невозможно. Если у вас одно ядро процессора упадет, у вас вся машина упадет. И вообще конкуренция это самый простой, вообще наша с вами машина, это тоже распределенное программирование, просто самый простой упрощенный случай. Какие вообще ошибки могут быть? Omission, commission. Это когда кто-то или забыл сообщение отправить, или было потеря принятия сообщения. Или commission, наоборот, кто-то принял в акте коммуникации, который он не должен был принимать. Это слабая ошибка. Crash. Это более серьезная ошибка. Думаю, все понимают. Это когда нода упала. Сейчас очень тяжело будет формализировать, потому что там есть fail-stop, fail-noisy и прочие модели ошибок. Чтобы это понять, надо вести понятие failure detector. Мы сейчас не будем это делать. Мы просто поверьте. Response. Это crash-fall tolerance. Это когда мы с вами говорим про zookeeper и прочие алгоритмы консенсуса. Это только тот консенсус, который делает agreement, но только если ваши участники честные. Если никто не пытается положить систему. Это zookeeper, это paxos, это multipaxos, это raft, это chubby, это все вот эти алгоритмы. Но повторюсь, это если у вас нет атакера в вашей системе. Оно тогда будет работать. Если у вас F атакеров, 2 плюс 1 общее количество участников, вы сойдете, все будет классно. Тайминг – это уже серьезная ошибка. Это кто-то рано или поздно дал результат. В распределённых системах это очень важно. Если кто-то помнит Pregel есть у гугла, это распределённый граф. И там есть синхронайзер, который по сути в вашу синхронную систему пытается привести синхронную. Это в принципе тайм ошибки. И arbitrary, конечно же, это наши самые любимые. Это византийские ошибки, это византийские консенсусы, это Byzantine fault tolerance, это то, что делают все блокчейны. Это та атака, которая выдержит когда в вашей сети есть участники, которые пытаются намеренно положить в вашу систему. Оно в среднем будет работать, смотря на какой алгоритм мы с вами говорим. Если кто-то знает, все это описано с помощью принципа Дирихле, его ещё называют голубятня. У нас 10 клеток, 11 голубей, мы запустим голубей, найдётся хотя бы одна клетка с двумя голубями. Должен напоминать 51% атаку. И, конечно же, когда мы с вами говорим про вот этот, про вот это, про кворум, это тоже самое пересечение. Только в этом случае надо уже, тоже будет F атакеров, нам надо 3F плюс 1 в системе общей. Но это самая стойкая гарантия, почти все системы её не дают. Почему нам это интересно? Как мы вначале с вами говорили, нам надо построить трасслась систему. Это и будет наша трасслась, которую мы будем дальше строить в нашей системе. Очень быстро пройдёмся. Смотрите, ребята, опять-таки, мастер-слейв, зу-кипер, пассивная репликация, если мы опять-таки говорим про хороший мастер-слейв. Это на самом деле называется машиной миллера. Всё очень легко и просто. Это некая машина состояния. У вас есть текущее состояние, там набор состояния какой-то. У вас есть input в это состояние. И вот здесь две функции. Когда у вас такой-то стоит input, вы в другой стоит, переходите, очевидно, и то же самое вы делаете какой-то output. Очень всё легко и просто, когда у нас с вами несколько реплик, но у нас детерминированные вот такие вот функции. Запуская эту цепочку на разных нодах, мы придём к одному и тому же самому результату. Это очень интересный момент. В принципе, как вы понимаете, это и есть пассивная репликация, мастер-слейв, зу-кипер. А как это сделать ещё лучше? Очень всё легко и просто. Первое. Знаете, есть такой CDC, Change Data Capturing. Это когда у нас есть мастер какой-то базы данных, но интересно получать реплики, извините, экременты не только репликам, а другим приложениям в вашей программе. Ну, к примеру, чтобы лап строить или строить другую таблицу, там снежинки всякие для статистики. То есть вам интересно подключиться и инкрементно получать эти данные. Мы сами, если расширим автомат Миллера на какие-то умные отпуты, мы получим CDC, Secure REST, Common Query Response Segregation. Все думают, знают реактивное программирование. То есть когда у нас изменения, просто выкидывается какой-то стрим, и мы можем это считывать. Давайте мы сделаем output персистентным. Что мы с вами получим? Мы с вами получим event source streaming, и я думаю, все уже узнали кавку. Мало того, если мы теперь будем ложить, у нас получаются снапшоты в системе. То есть это более улучшенный автомат Миллера. Давайте ещё его улучшим. Давайте сделаем, что функция, которая здесь может исполняться, она тюринг-полная. То, что может решить математика, мы можем решить мы. Мы с вами что получим? Smart контракты. То есть полноценный язык, который выполняется на наших репликах. Мы можем ещё сделать не просто виртуальную машину, а вас. Кто-то слышал, не слышал. WebAssembler, который уже в браузерах работает. По сути, то, что я хотела когда-то сделать Java в каждом чайнике. Сейчас, в принципе, это становится уже стандартом. И эфир тоже пытается сделать имплементацию на ВАСМИ. Если не ошибаюсь, EOS уже сделал, по-моему, на ВАСМИ. Давайте добавим в этот автомат не просто CFT, Crashfall Tolerance, а BFT, византийский, чтобы он удерживал, когда реплики, пытаются обмануть систему. Ещё ближе к консенсусу. DDL, DCL, DML. Это с базами данных, думаю, многие знакомы. Data Definition Language, Create Table, Delete Table. Control Language, это дать гаранты на пользование таблицей. DML, это Modification Language, это Select, Update и прочее. Мы это засунем в смарт-контракты. Опять, видите, мы ещё ближе. Теперь давайте примем про off-chain и on-chain технологии. У нас 15 минут. Окей, я постараюсь за 5 минут быстро управиться. Очень быстро, ребята, постараюсь. Смотрите, off-chain, по сути, это то, что происходит у нас на сети. Это спокойно может быть от MPC, о которых я сам и говорил. Это Oracle. Это Oracle. Это туманные вычисления, это DIP-пишки, это всё, что угодно. Это как раз вы запускаете вне сложные вычисления, а на блокчейне вы их коммитите. И получается, блокчейн – это система коммит и решения. Если вне какое-то будет разумное поведение, decision-make system, то блокчейн – это будет decision-commit system. К примеру, если кто-то смотрел, как Закоснарк работает, они пытались… У вас есть кроссворд, у меня есть решение, я хочу доказать, что у меня есть решение, не с поливом. Они это делали с оффчейном, а на оффчейн положили саму транзакцию. На это уже нет времени, если у меня 15 минут осталось. Идея в том, если у нас есть с вами store, давайте я по минутке буквально на каждый слайд, если у нас есть storage, как у нас есть Filecoin или Swarm или какая-то другая система, нам недостаточно просто положить туда файл. Нам нужно доказательство репликации, что оно положено в N копиях, а не просто одна, чтобы вас не могли обмануть. Второе – proof of retrievability. Вы положили, а вам не отдают. У вас доказательство, что файл – это месть, а Google вам просто его не отдает. Retrivability, он вам proofит не только, что оно сохранилось, а во время proofа утекает немножко информация. Везде чуть поутекло, вы можете восстановить оригинальный файл, но только вы. Proof space time, что он лежал не только сейчас, а в течение какого-то времени. И из доказательства, которые скажут, что он лежал день, два, три, пять часов. То есть именно пространственно-временная связь. Могу менять в процессе файл за время, latency какой-то, CBL, атака, думаю, знают все, outsourceable. Я не могу поручить хранение другому. Если кто-то другой хранит, я говорю, что храню я, я это исполю. Generate Resistance нельзя быстро, знаете, там число Фибоначчи, нельзя быстро меня высчитать. Генерации отсутствует. Почти, да, это почти последний стадий, ребят. Если мы с вами говорим о децентрализированных приложениях, абсолютно неправильно говорить, что это блокчейн. Децентрализация – это отсутствие одной точки принятия решений и отсутствие одной точки падения. Это если очень мягко говорить. А на самом деле, если кто-то читал Тон, это одна из самых таких крупных блокчейн-проектов, которые светят. Децентрализированное приложение – это которое работает в децентрализированной среде. Она может работать как через гиперкуб, как будет шардироваться Тон. Также, допустим, это наподобие, как работает торрент. То есть у вас децентрализированное приложение, вы можете находить любой сторож, вы можете находить любого человека, вы можете скачивать в вас мкод, его исполнять в своей среде. А блокчейн, как я до этого сказал, это Atomic Broadcast. Это консенсус, запущенный несколько раз. Это все получат одну и ту же самую цепочку в одном и том же самом порядке. Это та система, на которой… Это клей, который нас будет всю систему как бы вместе сводить. Это я очень быстро, потому что, ребята, допустим, мы у себя в компании три лекции по этому делали. Как бы за полчаса я просто не расскажу все. Это мы делали Transferity, наш продукт. Мы занимаемся консалтингом, и одному нашему заказчику делали supply chain. Это очень вкратце наша система. Тут у нас модуля есть. Давайте я очень быстро расскажу, как она работает. У нас есть какая-то IT, это external data grabber. Это просто информация, которую мы… Извини, но информация не есть смысл. Мы, получается, все, допустим, можем ее в кавку, а потом она считывается каким-то Oracle. А Oracle – это точка принятия решения. Вот она уже и решает. Вот этот набор информации, он является чем-то осмысленным. И в случае чего мы с кавкой уже вложим блокчейн образно. Я очень быстро объясняю. То же самое события могут быть не внешними, а внутренними. Сам блокчейн может их поставлять. Также самопользователь по сути тоже является внешним источником. Он тоже может поставлять. Самое интересное, сертификаты не должны лежать в самом блокчейне, потому что если кто-то украдет вашу базу данных, у вас украли сертификаты, мы сделали так, что оно вне. Поэтому если даже кто-то у вас украдет часть системы, он не сможет на нее влиять. Ну вот вкратце по модулям я вам рассказал. Как оно там работает сейчас. Ну что, оно не кликает. Я вам рассказал. То, что делает дезинтрижение системы и блокчейн, в частности, это agreement. Мы четко с вами согласились. Это enforcement. Нельзя сделать так, чтобы правильное решение не распространялось. Это safety гарантия по лампорту. Это fairness, это MPC вычисление. Будет честно. Опять-таки, благодаря алгоритмам рандомизации, хеширине, там, юниформ распределения будет в среднем все честно. Trustless никому не доверяем. Integrity я всегда могу проверить целостность. Современно база данных максимум предоставляет шек-сумму какую-то. Здесь более стойкие гарантии. Correctness мы говорим о том, что не как база данных, знаете, вот эта оси, оси консистенции. Она сохраняет консистентность только на уровне базы данных, не на уровне приложения. Само приложение знает качество перехода. Мы это вносим в смарт-контракты. Адитабилити, ну, адитабилити мы, по сути, как SecureS. Мы всегда можем проводить аудит-системы, да. Security, только я могу, да, в системе делать изменения, потому что только у меня ключи. В отличие от простой базы данных, если у вас кто-то украл винчестер, да, или он за вас может принять решение. В блокчейне нет. У него нету ключа. Поэтому, как бы часть системы он не украл, благодаря CL, access-контрол-листу, который записан с мак-контракта, он не может на нее влиять. Лайн-эс, невозможность положить систему, ну, все знают, что положить биток, просто капец, какое надо сделать, да. Заракнов лучше рассказал, доказательства знаний без задолжения самого знания, transparency, ну, легко интегрироваться. Все, думаю, понимают, что на основе транзакций, цепочек можно делать сайн-чейн и прочие классные вещи. Вопросы, ребята, готовы парировать либо аргумент? У вас, насколько я помню, тема доклада, экосистема распределенных приложений. Децентрализированных. Можно пару слов по теме доклада? Что непонятно, давайте конкретизируйте, формализируйте. Ну, я так понял, вы подробно рассказали аннотированные слова этой предметной области, рассказали, в какой среде должны работать распределенные приложения, но они не образовали у вас экосистему, и даже слово экосистема не профигурировало ни разу. Ну, экосистема, значит, это система. Я рассказывал, были внимательные, мы сделаем пилинговую сеть на основе, допустим, как торрент. Я сейчас очень близко вам буду рассказывать про Тон, Telegram Open Network. У нас с вами распределенная система, где наш ключ с вами, да, это не просто, давайте у нас есть какой-то контент. Я не просто буду сохранять контент, знаете, как в торренте я хеширую, и оно по хешу ложится. У меня есть какой-то язык, знание. Там на самом деле используется этот dependency type из функционального программирования. Не хочу просто об этом говорить, мало кто знает функциональное программирование. То есть есть мета-язык, который описывает само данные, которые я буду уложить. Вот этот мета-языком я описываю самые данные. Самый частный случай, да, это этим языком описывается, что здесь будет лежать публичный ключ и сам публичный ключ. Вот это уже хешируется, да, и благодаря вот этому это уже адрес системе, причем как контента, так и любого пользователя. Давайте вернемся назад. Я быстро вам покажу. Вот, допустим, это очень сильно похоже. Вот это торрент, вот это, вот это кадемли, я, по-моему, уже плохо помню. Вот эти две системы вам позволяют за логарифм времени найти любой контент. Вот это гиперкуб. Это, если кто-то знает, хемминг-дистанс. Он тоже вам позволяет за логарифм находить. Это структурные все децентрализованные сети. Благодаря вот структурным сетям я могу очень быстро находить как людей, агентов в этой системе, так и контент. Я с ними связываюсь. Благодаря этому я могу использовать микс-нетворк. Это то, что я сказал, David Chauma, Torrent, I2P, Sphinx. Я могу общаться не просто напрямую, я могу использовать вот этот вот канал проксированный. Теперь нас никто не видит, согласны? Теперь я иду в блокчейн. У меня есть, там, допустим, я знаю какой-то контракт, где находится код, который мне надо. Код подписан разработчиками. И тот децентрализированный код, fork-код, туманное вычисление, которое я хочу вспомнить, они записаны в смарт-контракте, что это перечень первых смарт-контрактов, второго, третьего, четвертого, пятого. В блокчейне подписанное самими разработчиками. Я с помощью этой же сети нахожу в этой системе этот смарт-контракт, поскольку это вас, мы работаем в каждом чайнике. Я его исполняю, поскольку это исполняют все, мы получаем fork-computation. При этом блокчейн выступает, как видите, как слой, который все скрепляет. Просто я не могу за полчаса, у меня это три лекции, заняло по два часа. Еще вопрос. Можно я сказать какое-нибудь предложение, в котором вы фигурировали DApps и эта система в низке? Ну, смотрите. Система DApps это. Дайте определение, чтобы мы поняли, о чем идет речь. Потому что много конкретных фактов, понимаете, в основном такие. Окей, если кто-то слышал о IOT, я не помню, как называется продукт, это смесь нескольких ораклов, где они хотят в реальном времени решать задачу. Давайте, как я рассказал, есть понятие PNP. Если я хочу принять участие в каких-то распределенных вычислениях, я вначале должен доказать, что я способен. Я должен пройти proof of work, что у меня определенный процессор, чтобы я мог участвовать в каких-то определенных задачах. Потому что если буду участвовать в математических, я слабо, я не смогу. Я должен пройти proof of storage, что у меня достаточное количество storage для сохранения. Это похоже, знаете, как шарды в пулах. Я доказываю, что у меня определенный хешрейт, и потом получаю процент, к примеру. Это P. Я за быстрое время доказал свою способность. Благодаря этим задачам я прохожу аккредитацию в системе, нахожу с помощью, это все ложится в блокчейн в реальном времени, все могут проверить, что я классный чувак. Мне реактивно находится задача, она кидается в форум таких же ораклов, благодаря тому, что в коруме благодаря византийскому алгоритму он стойкий к падениям, если даже в оракле будут плохие участники сети. Мы это быстро высчитаем, не знаю, получаемые деньги зависят от сети, и обратно ложим блокчейн ответ. Причем, смотрите, само вычисление может быть НП, но может сколько быть угодно сложным, но P верифицируемо. Это быстро проверить. Ответил на ваш вопрос? Я просил вас сказать предложение, в котором было бы слово экосистемы и там смысл. Нет, не ответил. Ну, простите, по-моему, я уже всем было понятно. Я с помощью распыленной… Если все понятно, то есть… Ну, я не буду сами спорить, если вам непонятно. Ребят, вам понятно или кому-то все-таки непонятно? Окей, давайте следующий вопрос. Спасибо, у меня такой вопрос. Зависит ли реализация смарт-контрактов, конкретная реализация от того, на какой системе работает блокчейн? Я имею в виду proof of work, proof of stake, какой консенсус? Это разные вещи абсолютно. Это мы можем расследить… Смотрите, Cardano работает на Haskell, Exxonum там на Rusty, по-моему, пишется. Вы как разработчик… Это модульно. Главное, чтобы… Смотрите, консенсус определяет свойства. Если мы как разработчик, когда разрабатываете DApps, не интересуетесь, в каком блокчейне будет работать ваше приложение. Или это имеет значение во время разработки? Смотрите, на данный момент, допустим, Hyperlogic Fabric, в стандартной его коробке идет CFT, Crashful Tolerance, не византийский. В данный момент, если я хочу написать для кого-то, я сразу скажу, смотрите, у вас византийского пока нету. Опять-таки, второй момент. Мы будем для вас смарт-контракты писать, или вы? Допустим, в фабрике JavaScript используется, многие знают, это более удобно. Если мы используем эфир, там Solidity. На самом деле, смотрите, это все очень сильно модульно, то есть там язык один, консенсус один, пиринговая сеть, она часто использует Gossip Protocol, может быть какой угодно, не обязательно Gossip. То есть там очень много, ну, слоев шесть. Опять-таки, начинается теория игр, почему мне выгодно участвовать в этой динсталлизивной сети, а не ложить. Я вам приду пример. Все знают, что ASIC, они быстрее позволяют майнить, там есть понятие проблема общин. Знаете, когда есть общее пастбище, вывели корову, каждый год корову сколько хочет, она съедает траву, и в итоге все в конце прыгают, потому что на пастбище больше нет травы. Если бы все договорились, вывели бы по очереди, травы бы хватило надолго всем. То есть страдают все. Теперь смотрите, какой получается интересный момент с ASIC-ами. Я и вы, мы делим рынок на 50%. Я купил себе ASIC, начал больше получать, и вы купили ASIC, начали получать больше. Мы опять делим 50 на 50, ASIC тратит больше энергии. Трагедия общин. Мы на ровном месте стали беднее. То есть как в своих смах-контрактах присутствуют теории игр, так и вот видите, что такое монета. Монета — это чтобы вам было стимул для чего-то делать децентрализированное вычисление. В торренте тоже есть монета. Она называется карма. Если вы личер, вас выкидывают. В децентрализированной системе должна быть какая-то сила, которая стимулирует вас поступать правильно и наказывать неправильно. Там очень много слоев. Это как бы целая наука, но за минуту не отвечу. Вам ответ подошел? Благодарю вас. Еще один вопросик. Я не помню. Как теоремы доказали? Да, доказано. Берн доказал. Там можете посмотреть. Можете посмотреть Мартин Клипман. Замечательная книга, где дистрибут Data Intensive Application. Он там чуть-чуть ее доказывает. Буквально чуть-чуть. Она абсолютно не сложная. Сейчас есть другая уже теорема. Она доказывает разницу между консистентностью и latency. Я не помню, как точно называется. Более расширенная. Я просто когда говорил про casual consistency, это то, что используется в торрентах. Это, если вы слышали, IPFS. Internet Planet File System. Там используется casual consistency модель. Это самая стойкая модель, самая доступная, простите, модель при кап-теореме. Мало того, внутри себя используется CRDT. Конфликт-фри, replicated data type. Если коммуникации будет, мы стопроцентно сойдемся на реплики, не будет ошибок. Кому интересно, может прочитать, еще есть calm-теорема. Это уже с логики идет. Если у вас монотонно растет состояние, вы тоже сойдетесь. Очень много мужиков интересного, но просто я не расскажу все за такое короткое время. А на чем вы делали проект? Hyperlogic Fabric. Мы написали демо на Hyperlogic Fabric. На Node.js, потому что сами разработчики, у них больше всего мануала именно на Node.js. Мало того, они уже начали туда подкручивать TypeScript, чтобы типизировать, чтобы еще было лучше. Мне просто почему нравится еще Fabric, потому что вы смотрели, сколько там примет участие людей. В отличие от Exonimo, где только Bitfury и 3D-Cord, я не помню, как компания уже называется, 3D, R3 так и называется. Там очень много людей и на фабрике уже написано, знаете, там порты уже занимаются, логистика и очень много проектов. И просто посмотрите архитектуру, она очень классная. Там на самом деле используются, мы про транзакции говорили, и с R1 был snapshot isolation. Эту модель транзакционной памяти еще ни один блокчейн не использует. Я опять-таки не скажу, что такое SSA сейчас быстро, но это очень классная модель. Это оптимистический способ как бы соединять транзакции, если есть конфликты. Во время контракта, смотрите, там, когда вы делаете запрос, вы пишете не только там имя контракта, функции, аргументы, там тоже указывается версия контракта. Если вы укажете, оно уже изменилось, вы просто получите reject. То есть очень круто. Последнее спасибо. Не-не-не, ребята, извините. Ребята, я буду здесь, кому интересно, подходите. Да, давайте, Роман, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.